Вырастить чемпионов – такую весьма амбициозную задачу ставят перед собой тренеры детского хоккейного клуба. Организация достаточно молодая, ей всего два года. Но за это время она успела прочно войти в список ведущих хоккейных школ московского региона. Мы команда, которая выступает в московском чемпионате, он довольно сильный, плотный, много команд играет. 11-й год у нас играл на турнир Первышина, был осенью, хорошо выступили. 12-й год на кубке хоккей «Шанс» участвовал, побеждали. В чемпионате Москвы 12-й год первый круг очень достойно прошел, могли бороться за выход в высшую группу, там два очка не хватило. Сейчас здесь проходит обучение 130 юных полевых игроков и 13 вратарей не только из Ленинского округа, но и из Москвы и всего Подмосковья. Мы ездим из Москвы и из Юго-Запада. Нравится подготовка, отношения тренерского состава. Сплоченность в команде, нагрузки довольно равномерные, очень интересные сборы, ребенок ждет их. Это дисциплина, это закалка, это мужской подход, как бы в хоккей играет настоящий мужчина. Над техникой юных хоккеистов работают 8 опытных тренеров. Я собрал команду единомышленников, не из различных хоккеев тренеров, делая ставку именно на молодой возраст тренеров, не на опытных, а на молодых, которые хотят добиваться и пробивать свою дорогу в жизни. У нас на каждую команду по несколько тренеров, 2-3 человека. Очень хорошие условия для роста вратарей. Тренируются ребята 5 дней в неделю занятия на льду. Каждый раз сочетаются с общей физической подготовкой в зале. Ведь именно здесь развиваются координация, сила, выносливость, гибкость. Так необходимы и хоккеисту. Здесь сильные ребята, ну и команда у нас хорошая. У нас тяжело амуниться, и сдвигать очень тяжело. Ну и как у тебя получается? Ты вообще с собой довольна? Да, я с собой доволен. Но иногда надо свои ошибки исправить. Ну мне нравится азарт, мне нравится получать результаты от тренировок, мне нравится играть, мне нравится этот спорт. Хочу профессионально поступить в ЖХЛ. Женская хоккейная лига. Стать капитаном команды в женской команде, когда уже подрасту и обыграть канадцев. В ближайших планах школы открыть команду молодежной хоккейной лиги, а также организовать слэдж-команду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь спорт должен быть доступен каждому. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ.